Всем привет, друзья! Мы пришли в парк Славы в Нижнем Новгороде и собираемся поснимать немножко и погулять здесь. Погнали? Друзья, вот что значит уважение к собственной истории, к истории своего города, уважение к людям, которые трудились во благо, в том числе и Победы. Целая, огромная, огромнейшая аллея с фотографиями людей, которые трудились на заводе газ в Нижнем Новгороде, соответственно, ну как бы где еще, которые так или иначе как-то участвовали, многие из них участвовали во Второй мировой, многие труженики тыла. И вот все, все абсолютно, огромное количество, просто, просто огромное. Считайте меня дивным человеком, но я не надо. Считайте меня диким человеком, но я ни разу не видел перекрестка на рельсах. Мы углубляемся в парк, это мы сейчас шли только исключительно по, как это сказать, по краюшку этого парка. Мы сейчас углубляемся в парк и идем в сторону Вечного Огня, ребят. Думаю, что мы на эту аллею еще вернемся и мы покидаем ее в сторону парка и, видимо, монумент, внутрь парка и, видимо, монумента с личным огнем. Там впереди Вечный Огонь, а вот здесь, ребят, куча памятных каких-то табличек. Пойдемте их почитаем, посмотрим, что это за аллея такая, что на ней написано. Аллея автозаводцев Героев Советского Союза. Открыта 9 мая 83-го года. Вот, видите, дерево посажено Героем Советского Союза 9 мая 83-го года. И около каждого-каждого-каждого дерева здесь стоит памятная табличка. Каждое из этих деревьев было посажено каким-то Героем. Там даже маленькое деревце есть совсем еще. Пойдемте посмотрим поближе. Александр Дубчик, 21-92 год. Словак, государственный деятель Чехословакии. Жил в Нижнем Новгороде в 33-38 годах. Дерево мира в честь его столетия посажено 12 октября 21-го года. Смотрите, как интересно. Вот это да! Вечный Огонь находится... Мы находимся в Парке Славы, а Вечный Огонь находится на вот таком холме. Символично окруженный, наверное, знаменем. С звездой. Собственно, вы сами все видите. Чего я это объясняю? Субтитры сделал DimaTorzok. Никто, пройдет. Ты уснял, да? Стрелечный Огонь? Да. Хорошо. Востребованное незакилличное событие. Смена караула. Девочки. Стой. Это дети. Дети с почетом. Поставь шапку. Это дети. И вот, кстати, тут тоже, что интересно, как на Мамаевом Кургане работает вот этот фокус с перспективой. Мне кажется, что попозже сюда еще добавится еще одна соседняя страна. Но об этом как-нибудь потом. Так как все-таки завод ГАЗ довольно прилично, Горьковский автозавод довольно прилично отметился в конфликтах и в кузнице Победы. Ну, конечно, если это правильно, так можно выражаться. Поэтому по городу тут расставлено полно таких монументов на танках, ну, танков на постаментах. Собственно, можно даже почитать. Это у нас, собственно говоря, ГАЗ. А это у нас ГАЗ. Это у нас автомобильный завод. Главные ворота. Около него вот какой-то красивый барельеф, который мы сейчас подойдем. На нас около предыдущих ворот уже наругались, что там нельзя фотографировать. Вот. Ну, мы же и не фотографируем. Мы сейчас издалека посмотрим. Да, здесь машинка стоит. Здесь барельеф и красивый. Там он даже Ленин где-то в кустах притаился. Вот эти ворот, значит, да? Здесь такие красивые барельефы. Смотрите, какая красота. Вау. Очень красиво. Там еще один барельеф красивый. Наденьте маску. Так, можно прийти. Основан в 1932 году. Никто ничего не фотографирует. Никто ничего не фотографировал. Мы пошли вообще барельеф смотреть. Ленин в кустах. Фонтан. Не работает. Ленин в кустах. Фонтан не работает. Но он есть. Работаем без травм. Сколько тут человека часов?